Всего через пару дней будет представлен новый DJI VATTA 2. Именно о нем мы сегодня и поговорим. Я Александр Шевченко и мой канал про аэросъемку, видеосъемку и путешествия. Подпишись, будет интересно. DJI уже довольно хорошо зарекомендовала себя на рынке видеопроизводства. У них классные дроны, у них классные камеры. Они каждый год обновляются и улучшаются, идут в ногу со временем. Постоянно добавляют какие-то новые функции, новые технологии в свои дроны, в свои камеры. И FPV, скажем так, их первый дрон DJI FPV получился в целом-таки неплохой. Но очень многие на рынке тех пилотов, которые летают на FPV-дронах, просто забраковали этот дрон. Потому что в первый день выхода этого продукта была куча роликов о том, как дрон бьется, как он разбивается, как он не ремонтоспособен, не ремонтопригоден, потому что он разбивается просто в хлам. Но спустя какое-то время DJI, окей, мы поняли, что это большое нечто тяжелое, которое разгоняется, фиг ты его остановишь, людям не нравится. Они решили его обновить, выпустили DJI Avato. И в целом этот дрон уже стал намного приятнее, намного лучше своего предшественника, потому что этот дрон стал компактней, легче, тише. Он стал более маневренным и более, скажем так, больше подходящим под формат FPV. У него были закрытые винты, и в целом это позволяло ему переживать некоторые краши после падения. Ну и перед тем, как мы начнем, хочу сделать такую небольшую рекламную ставку от самого себя, так как у нас есть онлайн-школа по обучению пилотов дронов. Там более 100 уроков, несколько программ обучения от самого старта новичка до создания профессиональных роликов, которые можно поделиться с друзьями, либо же на этом зарабатывать. Так что все подробности будут по ссылочке в описании к этому видео. И вот 11 апреля DJI покажет свой новый дрон DJI Avato 2. Чем же этот дрон будет отличаться от своей первой модели? Дрон станет тише, легче, компактней. И что мне очень нравится, они перенесут слот для флешки. Потому что, кто не знает, сейчас слот для флешки находится вот здесь. И чтобы к нему подобраться, тебе, ну, это крайне неудобно. Тебе нужно постоянно бороться с этими винтами и находить эту открывашку, которая прячет там флешку. Это было крайне неудобно. Сейчас же они перенесут свою флешку сбоку корпуса. Я не знаю, почему им потребовалось столько много времени, столько лет для того, чтобы просто сделать удобный вход для флешки. Только ради этого же стоит обновить свою Avato. Но если серьезно, то в целом, конечно, DJI Avato, как по мне, был довольно неплохой дрон. Потому что, если ты новичок в сфере FPV, то покупая комплект дрона со всем тем, что идет в комплекте, ты в целом получаешь классный дрон, который в случае потери сигнала может просто остановиться и прилететь к тебе на ту точку, с которой ты взлетал. Что очень удобно, как по мне. Получаешь классный симулятор, который также идет в комплекте. Просто скачиваешь приложение и летаешь на родном пульте, в родных очках, на нормальном симуляторе. С разными локациями, с разными обучениями. То есть, в целом, функции и возможности, которые тебе дают дрон при покупке, уже были неплохие. Как бы, что конкретно меня подкупило в дронах DJI, именно FPV, это то, что у тебя есть интеллектуальные режимы. И то, что дрон может зависать и летать, как обычный дрон от DJI, когда он не болтается, не вертится, он просто завис и все. Ты можешь спокойно поднять воздух в стандартном режиме, улететь на безопасное расстояние, переключиться в акрорежим и пошел летать, как ты хочешь. Устал, заволновался, не знаю, там произошло какое-нибудь, что-то произошло, и тебе нужно остановить дрон. Ты просто переключаешь его в обычный режим на своем пульте одним щелчком кнопки. И все, твой дрон зависает в воздухе и спокойно висит. Потому что, если взять, к примеру, обычный какой-нибудь там китайский самосбор, то на нем, конечно, да, летать прикольно. Но мне он не зашел. За счет того, что там не такое качество картинки, не такая возможность передачи видео. Не понимаешь, когда там сядет батарея, смотришь в этом вольтаже. Ты не понимаешь, как вот это ловить, какая-то лягушка там прыгает при приземлении. То есть много разных недочетов, которые мне в целом не особо нравились. И когда я взял себе DJI Avata, с первого был FPV, первая версия, сейчас Avata. И в целом она закрывает многие вопросы по пилотированию. Я ее бил несколько раз, причем так довольно серьезно. Вот это же он. О, кстати. Лопасть битая. Но в целом, даже после всех тех падений, которые у меня произошли, прям сколы на пластике, он чувствует себя отлично, летает отлично, никаких с ним проблем нет. Вот китайский аналог, как бы кто бы что ни говорил, но я на нем падал раза три, влетал то в ветки, то в землю. И все разы приходилось что-либо менять. Замена проводов, замена дактов, лучей, то есть у меня что-то постоянно выходило из строя. На Avata ничего. Вот сколько раз он падал, не знаю, там сейчас видно или нет, но тут прям есть сколы. И все окей, дрон летает без каких-либо проблем и сложностей, что меня очень сильно радует. Но мы же собрались говорить не про первую Avata, а говорить про вторую. Поэтому поехали. В сети уже стало довольно-таки много информации о том, какая будет новая DJI Avata 2. И отталкиваясь от той информации, что есть, можно уже подвести такое некое резюмирование. Потому что уже есть прям реальные видео с распаковкой дрона, где можно рассмотреть детали, рассмотреть корпус и посмотреть, что же нового будет в дроне. На дроне обновится камера, что позволит получать более хорошую, качественную картинку. Потому что на первом FPV, DJI FPV, камера была просто отвратительная. И на нее многие вешали GoPro, либо DJI Action, либо еще какие-нибудь камеры для того, чтобы снимать на нее. Потому что та родная камера, которая шла на дроне, она была просто ужасная. Сейчас же с обновлением матрицы, и она уже станет 1,1.3 дюйма, качество картинки будет лучше. И уже не придется вешать какие-то дополнительные камеры, чтобы получать более хорошее качество вашего видео. Плюс на дроне появятся новые режимы стабилизации, это Rocksteady 3 и Horizon Steady. И да, я знаю, что есть другие сервисы для стабилизации видео, но надеюсь, что сейчас те функции, те возможности, которые будут представлены в новой DJI Vata 2, будут довольно хороши. И вам не придется потом на посте отдельно стабилизировать видео через сторонние приложения и программы. И также еще есть изменения, я уже говорил про новый разъем для слота флешек и карт памяти, он перенесен сбоку. На дроне DJI Vata 2 появятся сенсоры сзади, что позволит обходить препятствия, которые находятся сзади вашего дрона. Я не знаю, насколько это будет сильно нужная, полезная вещь, потому что если ты берешь FEV-дрон и летаешь на нем в агрорежиме, то задние сенсоры тебе не особо-то и помогут. Поэтому я не знаю вообще, для чего их придумали, для куда их, как люди будут ими пользоваться, потому что если ты летаешь в обычном режиме, то нафига тебе FEV-дрон? Не понимаю. И также уже известно, что в комплекте с новым дроном будет идти новый контроллер для управления. Это, конечно, старый, но тем не менее, я не знаю вообще, почему к предыдущей Vata вот этот пульт нужно было покупать отдельно. Сейчас он будет идти в комплекте, что очень радует. Также будет идти новый джойстик. Берешь и управляешь дроном с помощью одного газика и наклонами своего джойстика. В целом функция прикольная для того, чтобы поиграться, но для реальных полетов я не знаю. У меня была такая вещь, я поигрался, прикалывался и продал ее отдельно. И так и не понял, в чем ее прикол. И также к новому DJI Vata 2 будут идти новые очки. У меня это очки от еще первой версии DJI FPV. Вторая версия, я ее не рассматривал к покупке, потому что очень много отзывов о том, что она очень сильно давила на переносицу. Сейчас же вроде эти очки немножко переделали. Они стали более эргономичные, более лучше и комфортнее сидят на голове. И что еще очень важно, на этих очках добавились две камеры. То есть это камеры, которые будут позволять смотреть тебе сквозь очки. То есть, скажем так, дополненная реальность. Как это будет использоваться и для чего, пока неизвестно. Очень интересно будет посмотреть, как это будет презентовать DJI. Но, скорее всего, помимо тех функций, что ты можешь просто смотреть, что находится перед тобой, завезут еще какие-нибудь новые функции и возможности. Так что узнаем совсем скоро, 11 апреля. Еще, наверное, было бы важно обсудить стоимость данного дрона. Но я не люблю вообще говорить про стоимости, про цены на дроны. Так как в разных странах цена будет разная. Потому что, к примеру, в штатах будет одна цена без налогов. В Европе будет другая цена с небольшим налогом. В России будет третья цена, потому что они официально не продаются. И есть перекупы, которые покупают и продают их на авито с маленькой наценкой. Есть какие-то магазины, которые покупают, привозят и продают их с большой наценкой. Поэтому довольно сложно говорить про стоимость и цены. Этот дрон, если я не ошибаюсь, покупал в Париже за 35 тысяч рублей. Как бы уверен, что новая Avato будет стоить дороже. Тем более, с комбо-набором я бы предположил, что она будет стоить где-то, может быть, свыше 100, может быть, 120-150 тысяч рублей. Наверное, 150, наверное, даже бы я сказал бы. Примерно будет стоить новая DJI Avato 2. Но более подробно уже сможем узнать 11 апреля после презентации продукта. И на этом, я думаю, у меня все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. В следующих видео буду рассказывать про новые дроны в сфере DJI. Это уже, конечно, будут новые Mavic 4 Pro, Mini 5 и Air 4. Так что, увидимся в следующих видео. Пока-пока.